Второй тип дыхания, который, собственно, и происходит, метафондрия. Напоминаю, что, знаете, что мы разговариваем о дыхании, по какой причине? Первая двумембранная органоидка эвакариотической клетки – метафондрия. Метафондрия – это органоиды, в которых происходит кислородное дыхание. В ней метафондрия его организовать нельзя. Почему кислородное дыхание настолько важно? Берем одну молекулу глюкозы, проводим ее через дорожку без кислородного дыхания. Сколько АТФ нужно синтезировать? Крепно. Работаем с одной молекулой глюкозы. Сколько АТФ синтезировано? Два АТФ. Берем одну молекулу глюкозы и проводим по полной системе процессов кислородного дыхания. Третьих восемь. Разницу чувствуете? В девятнадцать раз. У всех клеток на свете есть механизм без кислородного дыхания, древний механизм, его программа есть у всех. У наших клеток тоже. Наши клетки умеют дышать без всякого кислорода. Но почему, если вам зажать рот и нос, вы умеете? Ведь клетки умеют дышать без кислорода. Модель примерно следующая. Допустим, вы живете на 10 этаже и поднимаетесь на 10 этаж. И в один прекрасный день вы решили поставить некоторых экспериментов. Взяли от мотора, оторвали силовой кабель и вместо его крепления ставили две пальчиковые батарейки из своего плеера. Вы подвели электроэнергию к этому мотору? Да, подвели. Ну а вопрос, а лифт вас поднимет или не поднимет? Нет. Электромотор при таком напряжении даже не поднимет крышусь. Вы энергии дали, но недостаточно. В нашем организме большинство процессов не просто требуют энергии, они требуют строго определенное количество энергии. Поэтому обойдется ли наше тело только на без кислородном дыхании? Нет, не обойдется. Поэтому одного без кислорода не хватает. Нам необходимо подключение главного источника энергии к кислородному дыханию. При кислородном дыхании глюкоза окисляется полностью с участием кислорода. В суммарное уравнение кислородного дыхания обычно записывают вот так. С6-12-106 глюкоза. Плюс О2. И бесконечная продукция. Развал происходит до углекислого газа и воды. Пять центов поставим сцены. Уравняйте, пожалуйста, это реакция. Еще один. Еще один забыл. Для того, чтобы уравнять количество атомов с левой и справа знака реакции, давайте по углероду сначала. До реакции сколько углерода? 6. Сколько молекул СО2 образуется? 6. А вот теперь имеет смысл уравнивать по кислороду. После того, как вы уравняли по углероду и водороду, с ними легко и понять. Вот теперь имеет смысл посмотреть, что с кислородом. С кислородом. До реакции сколько у нас кислорода? 8. 8. Отлично. Коза реакция? 18. На шестерку перед О2 выставляет сколько? Именно так. Понимаете? 12 и 6. Сколько? 18. 18. И здесь 12 и 6. 18. Все уравнивается. Уравнение кислородного питания записывается именно так. Вот этот СО2 это тот СО2, который мы выдержали. На самом деле этот процесс никогда у нас в теле так не видел. Здесь что записано? Здесь записано то, что на поле пледка и то, что на выходе. То, что пледка выраживает. Процесс идет многократно сложнее. Похват도 не это. Теперь проверяем качество. Уважаем напомню.